Я хочу предоставить вам свой кейс, показать, что я добью в своем низкорепотребляемом бизнесе. Занимаюсь я окнами уже с 2011 года, и девиз моей компании – мы не звоним. Мы та компания, которая не звонит, вам не надоедает, потому что вы сами знаете, что многие компании звонят, особенно акционные, предлагают свои услуги, и, соответственно, это оставляет определенный негатив. Поэтому ждем сами звонков и отрабатываем их. Итак, как я и говорил, предпринимательством я занимаюсь с 2006 года, у меня были магазины, аудио-видео, программное обеспечение, но в один прекрасный момент я перешел все-таки в стройки. С 2011 года я образовал компанию «Сибирь Фаст» в городе Чумени. И для какой цели я вообще поставил платформу UDS в свой бизнес, и как я с ней познакомился. Кратко могу вам это рассказать. Так как у меня пятеро детей, у меня появилась потребность купить саночки. Поехал в один из магазинов детских «Умко Бэйби», те уже использовали эту программу. Я скачал мобильное приложение. Соответственно, когда приехал домой, меня моя семья большая потеряла примерно дня на два. Потому что, когда я начал юзать это приложение, я увидел, что там нет вообще пластиковых окон в априори. Было пару строительных компаний, но окон совершенно ни одной компании не было. И у меня появилось, соответственно, жгучее желание быть первым на этой платформе. И, соответственно, я как бы начал искать возможности, как туда попасть. Попасть туда было не особо легко по одной простой причине, потому что не было контактов, где я мог бы купить. Месяца два-три я поискал эту платформу, но, к сожалению, не нашел. Когда я уже бросил эту идею, встретил своего давнего друга Алексея Титова с Дмитрием Боковым, которые мне, в принципе, и поведали об этой программе. О функционале я тогда, естественно, не знал, но точно знал, что по мобильный телефон своего клиента я попадаю практически клиенту в его карман. Потому что сейчас, если посмотреть на вокруг, то продолжение руки – это наш мобильный телефон. И глупо, в принципе, для меня было туда не попасть. Ну и какие… что я хотел вообще от этой программы? Во-первых, отцифровать клиентскую базу, потому что клиентскую базу я вел в обнах всем. Это наша оконная система, но та система, которая не позволяет коммуницировать с клиентами. Вот. Я знал день рождения клиентов, я знал о них информацию, но когда ты начинаешь рассылать какие-то праздники, смс-рассылки, тебя либо блокируют, либо еще что-то. Либо нужно заплатить определенную сумму денег, чтобы это было в автоматическом режиме. Но, опять же, я смс-ки не читаю, возможно, мои клиенты тоже. Дальше, что для меня было интересно, это коммуникация с моими клиентами. Это новости, акции, опять же, какая-то полезная информация. И, соответственно, еще что мне нужно было, это выстраивание агентской сети. То есть, чтобы не открывая новые филиалы, я мог взять каких-то агентов, и они меня рекомендовали, а я, соответственно, им платил за это либо наличными, либо какими-то бонусными баллами, которые они могут потратить в моей компании. Это все, что касается краткого попадания, либо как я попал на ИДС. Ну и, соответственно, какие инструменты сейчас я использую у себя в бизнесе. Так, начнем с того, что у меня сейчас клиентская база 1350 человек, из них совершили покупку 398. Оплачено через платформу ИДС 9 миллионов 742 тысячи. И обратите, пожалуйста, внимание, у нас баллов у клиентов 1 миллион 259. То есть, кто-то бы сказал, е-мое, сколько баллов, а если все придут? Скажу вам честно, друзья, если ко мне придут эти клиенты, я их буду встречать с Виталией. По одной простой причине, потому что они мне принесут деньги. И даже если мы возьмем 10% которых клиентов придут со всего количества, например, начиная с 398 тысяч, а средний чек у меня 17 тысяч, это примерно 10% этих людей, это получается около 1 миллиона 700. В принципе, не плохие результаты, поэтому, дорогие клиенты, мы вас ждем. Дальше. Источники трафика, которые я использую. Раньше, как я делал, как говорится, я всегда хотел оцикровать источники трафика, я размещал определенные баннеры в ближайших городах, в ближайших деревнях. И то есть, там указывал определенный номер телефона, чтобы было хотя бы какое-то понимание, приносит ли мне этот источник трафика какую-то пользу. Либо не приносит, чтобы размещать мне это дальше, либо не размещать. Сейчас же мне просто это все сделать по одной простой причине. Я формирую QR-код на определенный источник трафика. И что я вижу? Когда клиент по нему проходит, я вижу, что этот клиент пришел, например, у меня с Авито, либо со страницы UDS. Какую я фишку, например, использую в Авито и в Юле? Там нельзя размещать наши ссылки на сайты, на сторонние, ну вообще никакие ссылки, потому что тебя банят. Но когда клиент звонит нам, попадает либо на меня, либо на менеджера, что наш менеджер говорит? А у вас есть наша дисконтная карта? Нет, нет, вы укажите свой номер телефона, мы вам сейчас отправим. Вы увидите, что мы за компания, какие у нас прайсы и чем мы можем быть вам полезны. И таким образом мои клиенты оцикловываются. И, соответственно, я вижу, например, что с Авито у меня пришло всего 26 тысяч, а с Юлы, например, пришло 161 тысяча. Это те люди, например, на которых я, в принципе, не потратил больших денег, потому что они именно пришли через те платформы, на которых, по сути, не надо много тратить. Также, например, мы используем кросс-маркетинг, размещая наши куаркады у других компаний. Причем самое интересное, я запартнерился с компанией, которая занимается продажей инструментов, и оказалось, что от них немного клиентов даже пришло меньше, чем от меня к ним. Поэтому здесь взаимодействие очень интересное получилось. Дальше. Так, клиенты, которые пришли в мою компанию по рекомендации, это, в принципе, моя гордость. Те клиенты, на которых я не потратил ни копейки. То есть пришел ко мне клиент, принес мне деньги, я сделал ему хорошую услугу, действительно качественную, и этот клиент мне еще порекомендовал людей. То есть люди со второго уровня по рекомендации, ко мне пришло 478 человек. 81 человек уже обхватили и принесли мне в бизнес более 3 миллионов рублей. Это те люди, на которых я не потратил ни копейки. Дальше. Возвращаемость клиентов, что самое интересное в моем бизнесе, потому что, как говорили, что окна, возможно, покупают раз в жизни и навсегда. Я тоже так умный, но я ошибался. Ошибался, Горька, ошибался. Сейчас покажу, как. Всего у меня пришло... Всего у людей пришло у меня... Вернулись более трех раз 27 человек, и эти 27 человек принесли мне 2 миллиона 740 рублей. Я думаю, неплохо вернулись. Дальше. Итак, несколько людей, которых я выписал, они у меня гид-клиенты. Я о них немножко даже вам расскажу. Первое. Это Анна. Их семья мне принесла в бизнес больше 500 тысяч рублей. Как это произошло? Ну, то есть я еще начинал стеклить их родителям окна, стеклить, короче, обгораживать квартиру. Остеклял их. Она скачала мобильное приложение, так как у ее родителей были кнопочные телефоны. Соответственно, когда они начали строить себе один дом, второй дом, они начали заказывать окна у меня. Тем самым они ко мне и возвращались. Дальше. Есть такой на втором уровне. Это Сергей. Очень интересная жизнь в моем бизнесе. Делали тоже его маме. У нее был кнопочный телефон. Созвонились с Сергеем. Сказали о нашей бонусной системе. И сказали, что вы бонусы, которые накопятся у вашей мамы, можете потратить на свои окна. Ну и, соответственно, через где-то полгода, там, может, 7-8 месяцев Сергей звонит в нашу компанию. Слушайте, у нас там определенное количество баллов, как я могу вас потратить. Я говорю, ну, можно потратить на окно. Он окей. Вызывайте замерщика. Отправляем к нему замерщика. Замерщик меряет. Выставляем счет. Задает мне Сергей вопрос. Александр, скажи, а грязи много будет? Я говорю, ну, естественно, много, потому что будут вытаскивать окно, а там неизвестно, что. Он такой, блин, может, мне сразу балконный блок поменять? Я говорю, да не вопрос, давайте поменяем и балконный блок. Мы отправляем замерщика, выставляем счет. Он говорит, здорово. Но мне хотелось бы на следующий год и обшивку сделать на балконе. Грязи много будет? Я говорю, а как вы сами думаете? Он говорит, ну, наверное, много. Мы отправляем замерщика, и таким образом их семья принесла нам в бизнес 226 тысяч. То есть вот это та возвращаемость клиентов, которая интересна. Дальше у меня есть на пятом уровне это Василий. Это Василий занимается ремонтами квартир. То, что я говорил про агентов. И, то есть, Василий меня раньше рекомендовал, но не так активно. Когда я ему сказал, слушай, друг мой, рекомендуй меня через нашу платформу, и ты в моменте будешь видеть, сколько денег у тебя на счету. Если ты захочешь, ты заберешь материалом. Если не захочешь, это будет небольшой пассивный доход в моей компании. Как тебе идет Василий идея? Он говорит, блин, прикольная идея. И таким образом мы с Василием запартнерились, и теперь через Василия в мой бизнес пришло более 122 тысяч рублей. Вот такая у меня небольшая, но интересная агентская сеть сейчас сформируется. Дальше, что у нас? Обратная связь. Обратная связь в нашем бизнесе, и как в любом, я думаю, в оконном, это очень важно. Потому что в моменте ты не проверишь всех монтажников и все объекты, которые они закрывают. И этот инструмент очень-очень нам помогает. Но самое главное, даже не те пятерочки, которые у нас есть, а когда что-то происходит у Вас в бизнесе, а Вы можете об этом не узнать. И это на следующем слайде. Вот недавно как раз произошло, казалось бы, неприятное событие у нас буквально 3-4 сентября, когда мои ребята устанавливали откосы на объекте и случайно уронили уровень на подоконник, который был немного стар, и старнее от слова «звезда», а просто старый. И подоконник треснул. На что любовь мне сразу же мгновенно написала «Александр, Вы в курсе, что ребята сломали мой подоконник». Соответственно, я отреагировал, что подоконник мы заменим. Ну и у Вас теперь еще небольшой плюс, он у Вас теперь новый. Что дальше произошло? Соответственно, клиент остался доволен, и он нас дальше рекомендует. Уже есть от него рекомендации, и я благодарю этого клиента, и благодарю опять для нашей системы, которая позволяет дотянуться к этому клиенту. Что бы могло произойти по-другому? Ну да, ребята бы сломали подоконник, возможно бы они его поменяли, но клиент, не дотянувшись до меня, сказал бы, блин, ну ладно, сделали, ну ладно, поменяли. Но походу парни рука нехорошая. Рука нехорошая, парни. И то есть, возможно бы она мне не стала рекомендовать, а возможно бы стала рекомендовать так, что ко мне клиенты бы не стали идти. Но этот инструмент помог мне развернуть ситуацию от негатива в позитив, и это очень крутой инструмент, который мне прям очень-очень нравится. Дальше. Веб-сайт, это прям фишечка на нашей платформе, и понял я это в период самоизоляции, как говорится, и пандемии, когда по своей нерасторопности, а может еще по какой-то теме, я просто забыл прохватить домен. У меня был домен, классный сайт, Сибирь Класс, и в мае у меня отпало, короче, нужно было оплатить домен, и я забыл. Хотел оплатить, но время уже ушло, и мой домен выкупили. Я мягко сказать расстроился. Что же я сделаю? Я позвонил своим друзьям, которые продали мне эту платформу, либо даже не продали, у которых я купил настоятельно, кому будет интересно, почему настоятельно, пишите мне, я вам все расскажу. И, соответственно, мне ребята сказали, Александр, что ты волнуешься? У нас же есть свой сайт, давай мы тебе поможем его заполнить, сделаем таргетированную рекламу на какой-нибудь фрагманский твой продукт в мае, и в качестве гипотезы посмотрим, работает инструмент в моем бизнесе, либо не работает, в чем я очень благодарен, опять же, Алексею и Дмитрию. Соответственно, что мы сделали? Мы дали рекламу на москитные сетки, это очень востребованный продукт, именно у нас по маю месяца, потому что начинается тепло, начинаются москиты, все понимают, у всех стоят, наверное, окна, кто живет, наверное, особенно в Сибири. Вот. Ну и как бы рекламу и заказы у нас пошли. Вот так вот это у нас выглядит наш интернет-магазин на платформе, изнутри, если посмотреть, как предприниматель. И что мне нравится в этом сайте, что я могу в моменте сразу добавить те позиции, которых не хватает. Было так, что у меня позвонил один из моих постоянных клиентов и говорит, Александр, у тебя нет у водительных резинов в прайсе, я хотел бы их купить. Я говорю, окей, подожди 10 минут, сейчас будет. То есть что я сделал? Я зашел в Яндекс, скачал картинку, разместил ее в прайсе, поставил цену и все. Звоню ему тут же и говорю, слушай, друг мой, ты можешь ее покупать, уже все есть. И все, таким образом сайт просто прирос, а у меня прирос, как бы приросли деньги. Так, и это те клиенты, которые у меня покупают через интернет-магазин. Суммы здесь небольшие, но нужно понимать, что у меня купить в бизнесе какую-то продукцию, например, Охма, нужны точные размеры и все это с этим связано. Поэтому здесь в основном покупаются те скучные товары, которые называются доп. товаром. Там ограничители открывания, либо детские замки, либо что-то с этим связано. Дальше. Коммуникация с клиентами, то, что говорится новости, акции, и что бы я в принципе рекомендовал, и что я делаю. Я не пишу, что купите, купите, потому что у всех все хорошо, и у всех все самое классное. Но я даю полезную информацию для своих клиентов. Почему, например, два часа стекла зимой, почему нужно вызывать профессиональные замерщики. И таким образом я с ними коммуницирую. То есть, когда клиенту понадобится моя услуга, куда он пойдет? Он пойдет к тому человеку, который мне дал уже полезную информацию. А это ко мне. Дальше. Перескочил. И вернемся к периоду самоизоляции. Что я говорил. Вот это прямо обещаем. Что произошло, например, если обратим внимание. В мае 2019 года у меня был, как бы, прибыль в коммуницирую 2000. В мае 2020, в период самоизоляции, мой чек немножко подрос, образно выражаясь. То есть, практически на половину. Стал 630-503. То есть, вот этот инструмент, который мы использовали по сеткам, то есть, дал вот такой приток. Мы не будем забывать, что, возможно, многие компании на тот момент закрылись. Многие не работали, но, соответственно, кто-то просто не использовал тот инструмент, которого у них нет. А у меня он, соответственно, есть. Вот. На этом я хочу, как говорится, закончить, чтобы на этой приятной ноте. Ну и, что я могу вам сказать? Дальше. Грузится. Любите процесс. Будет результат. Это как в жизни. То есть, любишь процесс. Если вы купили инструмент, используйте его. А то, бывает, купят лопату, поставят ее в сарай, лопата заржавела, картошка с дымом. И, что такое лопата? Потому что сам себя человек не будет менять. Так что, вот так. Точно. Классно. Вот, на самом деле, фраза в конце прям вообще супер заходит. Потому что, действительно, я тоже всегда предпринимателям говорю о том, что инструменты нужно использовать.